Музыка Всем привет, да? Скажи свою прическу. Мама сегодня сколько плела тебе? Пыталась минут 15, наверное, точно мучилась. Не очень, конечно, получилось, но ладно. На улице плюс 20. Вот, Катюша у нас такая голенькая. Практически еще удивительно. Вчера в комбинезон находили, сейчас уже голая. Мама и погода супер просто. Очень тепло. Вон сразу люди. Без крыши стали ездить. Тенка, что, ветер дует? Да, и солнце. Остановились на мойке. У нас тут мойка такая есть, самообслуживание. Кидаете денежку и быстренько-быстренько моете машину. То есть буквально там 20 рублей кинули, взяли, нанесли средство какое-то. 20 рублей кинули, там водой все смыли. Очень удобно, дешево и быстро. Классная вещь. Вот, поэтому постоянно приезжаем сюда вот так вот моем машину. Катюша что-то капризничает, не хочет сзади сидеть без меня. Вот. На улице очень жарко, плюс 20 даже с чем-то. Вот едем гулять. Конечно, погода шикарная. Еще вчера было холодно, а сегодня уже жара. У нас в Питере очень часто так бывает, что, допустим, сегодня 10, завтра 20. Да, очень большой перепад температур. Конечно, даже не знаешь, как одеваться. Да, Настен? Да. Ну что, довольна, что тепло наступило? Да. Катюша, вот дети у меня сидят сзади. Мне просто очень тесно с ними там сзади сидеть, поэтому я села наперед. Так что сейчас поедем гулять. Субтитры сделал DimaTorzok Приехали мы к Петропавловской крепости. На самом деле проблема с парковками, это вечная проблема. Я советую вам всегда покупать с собой воду, напитки, еду, какие-нибудь булочки, потому что это очень сокращает расходы. Вот мы... Вот Катюша уснула. Мы вот сейчас остановились возле магазина Dixie, сейчас все там купим. Это намного дешевле выходит, нежели покупать в центре города. Поэтому я вам советую покупать, ну, по крайней мере, напитки, воду, там, какие-нибудь лимонады, булочки, да, чтобы перекусить. Какой смысл переплачивать за воду, да? Это обычная вода, то есть, допустим, пол-литра воды, допустим, стоит там 20 рублей, а в центре города она уже будет стоить 60 рублей, да? Ну, то есть, это просто, конечно же, грабеж среди бела дня. Мы, конечно, в шоке от того, что у нас погода такая теплая. Вот я выложила фотку в Инстаграм, некоторые девочки отписываются, что у них там еще снег лежит, плюс 7, там плюс 6, плюс 5 снег. Ну, в общем-то, кошмарная погода, а нас вот в Питере сегодня вот плюс 22 даже показывало, на солнышке ночь-то очень жарко. Поэтому мы с удовольствием сразу решили поехать погулять, потому что, повторюсь, все-все праздники, первую часть праздников и вот 9 мая, все эти дни муж у меня работает, к сожалению. Вот. Постараюсь для вас поснимать Питер. Многие девочки-подписчики просят, Марина, поснимай побольше Питера. Вот сейчас скоро белые ночи, развод мостов. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Все, девчонки, приехали мы домой, кое-что я поснимала для вас, нафотографировались, устали жутко. Заехали в ленту. Сейчас я вам покажу. Я хотела вам кое-что показать. Не то, что я в ленте купила, а просто быстренько. То, что просто меня, не знаю, напоминает мне мое детство. Я очень люблю вот это песочное кольцо. Я, не знаю, я обожаю его. Очень редко покупаю. Даже довезла в целости и сохранности. Также корж. Это тоже вкус моего детства. Обожаю. Очень люблю. Так что сейчас буду пить с чаем. А еще я накупила вот таких вот печенюшек юбилейных. Кто не пробовал, девчонки, обязательно попробуйте. Вышли всякие разные вкусы. Топленое молоко, молочное с глазурью, глазурь клубника, вот, ореховое. Очень вкусные печенюшки. А еще я вот в ленте увидела по распродаже бальзам Сьос. Для... У меня, в общем-то, кончился бальзам. И надо было какой-то купить. Вообще, если честно, у меня сейчас немного выпадают волосы. Когда я увидела, что бальзам до 95% сокращения выпадения волос, я его схватила. Вот, так что попробуем. Да, это, видимо, гормонально. У меня немного выпадают волосы. Настены такой не было. Некоторые девочки отписываются, что да, вот, после рода волосы выпадают. У меня такое началось. Это недели три назад. Муж у меня вообще в шоке. Говорит, что мои волосы просто по всей квартире. И я сама это замечаю. Даже у Насти, у Кати там в ручках все время. Короче, я линяю. Надеюсь, скоро это пройдет. Так что вот, ушка тут лежит на своем стульчике. Я вам его попозже чуть-чуть покажу. Сейчас не об этом. Вот, сделала я заказ фотографии. В 4.90 вышла одна фотография. Я подумала, почему бы не заказать. В принципе, за 350 фотографий я дала с доставкой 150 тысяч. Я считаю, что это очень хорошая цена. На улице она половину времени не спала. Хоть и свежий воздух сидела, но вот как-то что-то она не хотела спать. Видите, она просто отрубилась. И вот целая папка фотографий. Я буду делать альбомы. У меня есть фотографии. Некоторые альбомы не законченные. И я вот хотела-то вклеить фотографии. Сейчас вам покажу. Настенку маленькую. Это все Катюша. Вот Настене тут годик. Очень много фотографий я распечатала. Потому что вообще мы стали замечать... Я просто по себе сужу, да. Мы стали редко распечатывать фотографии. Все у нас хранится на жестких дисках, да. То есть, как бы в компьютере, в ноутбуке. И это не есть хорошо. Все-таки иногда даже гости приезжают. Да и просто сама хотят как-то открыть альбом, полистать, вспомнить. Это моя мама. Мы крестили Настену в три месяца. Ей было два с половиной. Вот она, малюсенькая. Вот, это Настенка у нас маленькая. Очень похожа на Катю. Вот, так что, да, пошли фотографии. Тут я беременная с Настеной. Это Настенке тут, наверное, месяца два. Она летом родилась. У нас вот первое июнь будет рождение. Так что, вот такие вот фотографии. Я сделаю альбом. Надо еще его, правда, купить. Точнее, один альбом у нас есть, но не хватит. Вот, это Настене тоже. Тут не помню уже сколько. Это она уснула на стуле. Смотрите, какая прелесть. Я, кстати, на кухне. Это я готовлю кушать. И Настенка маленькая тут у меня лазит по ящикам. Да, Настен, помнишь? Да. Как ты себя вредила. Пока я помню, я решила показать вам кеды, которые я заказала на сайте Ламода. Как видите, я заказала не только себе, но и мужу. Мужу это я купила на работу. Новые летние туфли. У него старые порвались летние. Вот такие вот. В принципе, неплохие. Как бы ему понравились. И также вот такие вот тоже легкие кроссовочки, кеды на лето. Вот. Если что, если вам понравилось, интересно, то оставлю ссылочки и размеры в сантиметрах. Вдруг кому пригодится, быстренько просто вам показываю. А также себе заказала вот такие вот кеды, которые в Инстаграме многим понравились. Это я только что в них ходила. Видите, я немного испачкалась. На сегодня мне наступило. Очень удобные, легкие, классные. Но перед тем, как я пошла сегодня гулять, я в них походила дома минут 10. И на левой ноге у меня, я чувствую, стала натерать пятка. Поэтому перед уходом из дома я сразу налепила себе два века пластыря на пятку. И, в общем-то, нигде мне больше ничего не натерло. Вот. Так что очень довольна. Прям мне они так понравились. И классно, мне кажется, смотрится с юбкой. Очень довольна. В восторге. Так что, кому интересно, тоже оставлю ссылочку. У меня 24 сантиметра. 38 размер я всегда беру. Пришла я на кухню. В общем-то, вот так вот называется наш стул. Это Чика Поли. Два в одном. Да, вот такой вот стул. Написано 6 месяцев. Но я Катюше уже кладу ненадолго. Это вот такой вот стульчик. Столик, точнее. Вообще, мы пока, конечно же, Катюшу не подкармливаем. То есть, она у нас и сидеть еще не умеет, да. И она у нас еще не питается. Только на грудном скармливании. И прикорм буду я водить только 6 месяцев. Я считаю, что раньше абсолютно не нужно, если ребенок наедается грудью. Вот это вот такой вот стульчик. Вот так вот он выглядит. Очень удобный. Как видите, сейчас мы сделали положение вот так вот, чтобы Катюше было удобно лежать, пока мы на кухне. В шезлонге она уже отказывается лежать. Так что можно его потихонечку убирать. Также здесь была еще одна накидка. Сейчас я вам найду, покажу. Такая вот накидка тоже мягкая. Ремни безопасности. Все дела. Все как положено. Стульчик мне очень понравился. Также оставлю ссылочку на него. Ну, он много где продается. Но я покупала через интернет-магазин. Мне было так удобнее. Мне просто привезли на дом. И я оплатила. Кстати, оплатила я тоже детской картой. То есть этот интернет-магазин принимает по социальной карте. Вот такой вот стульчик. Он также регулируется. Вообще-то я оставлю видео. Я нашла в интернете точный обзор на этот стульчик. Вдруг кому интересно. Я уже не буду показывать. Я все-таки не профессионал. Но мне очень понравился. Действительно классный. Тут он так легко ездит. Вот этот стульчик, кстати, тоже многие просили показать. Это Настенкин. Некоторые, кстати, спрашивали, зачем, Марина, тебе еще один стульчик, если он у вас есть уже. То есть, ну, во-первых, Настена до сих пор в нем сидит. То есть она вот садится вот так вот. Вот, и мы подкатываем так к столу. Вот, да, и вот она так сидит. Просто ей удобнее. Какая тут высота, и какая тут, ей реально неудобно. Поэтому она до сих пор сидит на этом стульчике. Тоже стул неплохой. Также регулируется все, да. Вот так вот. Но, как видите, тут положение, это максимум вот такое. То есть этот стульчик подходит только тогда, когда ребенок умеет сидеть. Этот же стульчик Катюшин, да, то есть он упускается намного ниже. И вот с таких, там, с 4-5 месяцев Катюшу я уже вот сейчас спокойно могу укладывать. И ей удобно достаточно. Вот, так что можете сравнить, да. То есть тут прямо такой вот угол, а тут полулежа. А есть еще, как он называется, Чикополи Мэджик, по-моему, да. Это когда совсем с нуля месяцев. То есть идет там как сразу и шезлонг, с дугой, с игрушками. Тоже присмотритесь, если вдруг кому понравилось. Так что, девчонки, вот такое у меня получилось видео. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, комментируйте. Очень буду рада вашим комментариям. И безумно довольна, что вы на меня подписываетесь. Всем новым подписчикам большой-большой привет. Я очень-очень рада, что вы подписываетесь на мой канал и смотрите. Да, ну все, на этом мы закончим свое видео, да. Настя на косичке расплела и стала кудрявенькой, да. Ну да. Устали волосы, да. Да. Мама все учится косички заплетать. Пока. Все, да. Нет. Сейчас вы меня не найдете. Да. Субтитры сделал DimaTorzok